Собрались как-то русский, немец, китаец и американец вместе. И это не начало анекдота, а суть выставки автодостижений по версии Орловского автомобильного клуба. Отныне удобны не только машины, но и знакомство с ними, говорит Наталья Музалевская. Знакомясь, в свою очередь, с потенциальным покупателем и клиентом, тот просто шел мимо, когда заметил этот парад авто. Так и оказался в этом Opel уже, что подценить и прицениться. Здесь у нас представлено 5 автомобилей. Это 3 Opel и 2 Chevrolet. Сейчас будущее за Opel, марка развивается, много инноваций, и нам бы хотелось это донести до нашего потребителя. Возможность поучаствовать в тест-драйве и помочь продавцов-консультантов орловчанам предоставили различные автосалоны. И насчет того самого будущего совсем другого мнения представители автоцентра «Шанс». Небольшое падение рынка существует в России. Единственная, у кого положительная динамика, это китайские производители. Так как китайские производители сейчас подтянули качество, это не те машины, которые заходили на рынок. У них довольно-таки привлекательный дизайн, хорошее качество сборки и, соответственно, привлекательная цена. Праздничное настроение создавали не только автопродавцы, зазывающие порулить, но и гоу-гоу танцовщицы, радующие глаз представителей мужской половины. Наиболее отличившихся участников праздника его организатор похвалил и одарил за победы в конкурсах и приверженность автомобильному движению. Этот большой тест-драйв должен стать ежегодным городским мероприятием. Его продолжение обещано уже следующей весной. Сергей Быковский, Дуар Чернаускас, телеканал Первый областной.